И Алексей Якубин, политолог, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, приветствую вас. Хотели с одного очень интересного заявления начать нашу беседу, я процитирую. То, как закончится война в Украине, будет иметь решающее значение для европейских стран и для всего мира. Результат может напрямую затронуть еще Грузию, Молдову и Казахстан, поскольку у Кремля есть претензии на их территории. Вот такое заявление сделал американский политолог Фукуяма. И скажите, вот только ли эти три страны могут пострадать, зная аппетиты Кремля к чужим землям? Вы знаете, по заявлениям руководителя Кремля и других российских политиков, на самом деле, я думаю, не только это страны бывшего, так называемого, постсоветского лагеря. Почему? Потому что мы видим, что у них есть амбиции более широкого плана. Я имею в виду страны, которые сейчас уже даже являются членами Европейского Союза, я не только страны Балтии имею в виду, а это касается и Польши, и других стран. Заметьте, вот в одном из последних интервью Владимир Зеленский за экономистом, он как раз об этом и говорил, что, грубо говоря, если мы смотрим на российско-украинскую войну, мы должны понимать, что, по сути, Украина здесь защищает и другие страны, которые в противном случае уже бы ощутили на себе, скажем так, последствия российской агрессии, если бы мы не взяли как своеобразный щит, не взяли сейчас на себя все, всю вот эту агрессию, которую Россия сейчас создает. То есть потому я думаю, что на самом деле в глобальном плане российско-украинская война – это действительно одна из, я бы сказал, таких, знаете, мультифакторов, которые влияют на то, каким быть архитектуре безопасности будущего в мире. И не только в Европе, на самом деле, мы это видим, потому что незападные страны, многие незападные страны, они смотрят сейчас на Россию и то, что она делает, и они думают, а позволят России это делать или нет. Да, они понимают, что Россия дряхла, и они это видят, но они смотрят, это своеобразные тесты для Запада, насколько Запад готов идти до конца, да, в плане защиты провозглашенных принципов, принципов международных признанных границ и так далее, да, то есть того, что нельзя менять их с помощью силы. То есть они смотрят и на эту ситуацию и думают, если, допустим, да, Россия это удастся, тогда мы будем тоже такое устраивать. То есть, по сути, для мира откроют ящик Пандоры различных конфликтов, ведь мы же понимаем, что между многими странами есть многие из этих моментов, они пока заморожены в незападном мире, но они могут в любой момент открыться. Конечно, и вот, получается, вот эти три страны, Грузия, Молдова и Казахстан, да, они могут в первую очередь пострадать, но они далеко не единственные будут в этом списке, конечно, если не остановить. Скажите, бывший премьер Великобритании Борис Джунсон не верит в возможность достичь компромисса с президентом России по окончанию российско-украинской войны. Об этом он заявил во время форума «Ялтинская стратегия», я напомню, он проходил в Киеве 8-9 сентября. И вот, по его словам, неготовность НАТО принять Украину и обусловила нынешнюю войну. А Путин первым разбил аргумент о том, что если Украину примут в НАТО, то это спровоцирует российского президента. Прокомментируйте, пожалуйста, вот эти заявления. Смотрите, на самом деле мы действительно видим, что сейчас это так выглядит. То есть, если бы Украину приняли в 2008 году, проголосовали за членство Украины в НАТО, а Украина и Грузия, ну, в данном случае Украины мы говорим, то, скорее всего, действительно бы Россия тогда просто-напросто, она бы побоялась напасть на Украину. Потому что мы это видим, как даже сейчас, когда на уровне риторики они много говорят о том, что Россия воюет с НАТО и так далее. Но в реальности, как только доходит вопрос к тому, что может произойти реальное столкновение между Россией и НАТО, мы видим, как очень быстро Россия постоянно рассказывает, что нет-нет-нет, нет никакого такого столкновения. То есть, они там что-то не пересекали. То есть, грубо говоря, они сразу стараются показать, что никакого реального столкновения нет. И, соответственно, НАТО не нужно, как оборонному союзу, не нужно использовать пятую свою статью в плане коллективной обороны той или иной страны. То есть, это говорит о том, что если бы действительно наша страна была частью НАТО, то этой бы войны не было. И это один из выводов. Смотрите, один из выводов, который, мне кажется, он очень важен, на самом деле, для сегодняшней ситуации. Потому что это означает, что оставить Украину в некой серой зоне между Россией и НАТОвскими странами, это на самом деле означает, что в будущем мы можем увидеть повторение войны. То есть, грубо говоря, только если граница Украины станет границей и ЕС, и НАТО, мы можем говорить о том, что в таком случае война не повторится. То есть, Россия просто-напросто будет бояться. То есть, это, знаете, как такой очень важный элемент гарантии безопасности, которую будет иметь Украина. Россия будет бояться нападать на Украину. Ну вот, Румыния как раз страна НАТО, и вот о ней хотели поговорить, что на территории Румынии обнаружили обломки еще одного дрона, похожего на те, что использует Российская Федерация для атак по Украине, по Одесской области. Президент страны сразу же заявил о неприемлемом нарушении воздушного пространства. МИД вызывал временного поверенного в делах России для разговора. Местным жителям там некоторых деревень даже предложили эвакуацию. И вот президент страны Клаус Йоханнес еще раз напомнил о недавнем решении США увеличить свое присутствие в Румынии с помощью самолета ВФ-16 вот в рамках такой воздушной полиции в стране. Скажите, поможет ли это Румынии защитить своих граждан? И что еще нужно сделать? Мы напомним, что Румыния страна НАТО. Ну вот уже второй дрон за неделю российский. Я, знаете, шире скажу. На самом деле мы видели, что происходили падения российских ракет не только на территорию Румынии. Нюанс в чем? Нюанс стоит в том, что мы видим, что и среди натовских стран они стараются, по той повестке, которую мы видим, они стараются также избежать потенциального использования пятой статьи, даже когда происходят вот такие вот инциденты. Потому что история с Румынией, она действительно очень показательная. Россия обстреливает украинские и дунайские порты, но так как там граница Румыния достаточно близка, соответственно, там Измаил, мы понимаем, да, Рейнии. И, соответственно, получается, там происходит ситуация, когда отдельные российские вот эти дроны или другие аппараты, да, они попадают на территории страны НАТО. Но я вам больше скажу. На самом деле, тут если так шире разбираться, то отдельные страны НАТО уже ощутили на себе как бы влияние российских ударов, я имею в виду после ситуации с Каховским водохранилищем, да, когда 30-40% по разным оценкам той пресной воды, которая у нас была, мы понимаем, она попала в Черное море. И, кстати, страны непосредственно НАТО, которые также есть в Северном Причерном море, да, это и Румыния, и Болгария, но они же не себе тоже это ощутили. Я не говорю о минах, которые время от времени там выбрасываются. Но мы видим, что у них в НАТО также принята такая, знаете, позиция, что стараться до тех пор, пока не будет прямого столкновения, стараться любые инциденты, да, интерпретировать как такие неинтенциональные, как случайные. Что страны НАТО могут в этой ситуации сделать? Ну, во-первых, мне кажется, что, мы знаем, этот важный момент, нам, очевидно, нужно больше ПВО для защиты наших городов и наших портов, я думаю, что в таком случае, конечно, потенциальное попадание этих моментов на территорию Румынии и других натовских стран, ну, может уменьшиться. Но, с другой стороны, я думаю, что, если шире говорить, да, о том, что они могут сделать, то, конечно же, это в первую очередь, как я вижу эту ситуацию, не бояться, да, поднимать эти вопросы перед натовским руководством, а НАТО, соответственно, все равно в будущем, так или иначе, видите, мы приходим к ситуации, должно тут реагировать на то, что все-таки расширение НАТО на территории Украины, это как раз точно их убережет от повторения подобных ситуаций. И на другие темы хотели поговорить. Генштаб ВСУ призвал людей в оккупации игнорировать псевдовыборы и избегать призыва. Напомним, в более чем 80 регионах Российской Федерации прошел единый день голосования. Российские оккупанты устроили в эти дни так называемое голосование на оккупированных территориях Украины в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях. Соединенные Штаты уже назвали эти выборы фиктивными. Евросоюз уже осудил их проведение. И вот премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада никогда не признает этих результатов на оккупированных территориях Украины. И Путину не удастся, цитата, перерисовать карту. Скажите, а какие последствия для Российской Федерации будет иметь такое попрание всех международных норм? Смотрите, в широком плане мы видим, что как бы Россия не хотела, какие бы псевдореферендумы, или теперь выборы, псевдовыборы она не устраивала на оккупированных территориях, для мира все равно это не работает так, как Россия хотела бы. То есть, заметьте, даже если мы посмотрим на последние G20, среди прочего, все равно там был важный момент призыва к уважению территориальной целостности стран и международно признанным границам. И это прямо в канон вот этих псевдовыборов, которые, по сути, Россия там проводила, там несколько дней они устраивали. Мы понимаем, что это не выборы. То есть, они там любой результат могут нарисовать. Ну, то есть, некое действие. О чем это говорит? Это говорит о том, что, в принципе, России не удается, как бы она ни хотела, сейчас, знаете, легитимировать идею, что международно признанные границы в мире можно легко пересмотреть. Так не получается. Вот заметьте, начиная с прошлого года, Россия по-всякому пыталась это сделать. Вот я уже упоминал об этом псевдореферендуме. Потом, по-моему, Верховная Рада голосовала, да, обращаясь к ООН, ко всем странам, слуги народа, по-моему, ко всем партиям, которые там были, голосовали. В итоге, даже страны, которые формально союзницы, Россия считает, что они ее союзницы, по Ирану и так далее, они все равно не признают то, что международно признанные границы можно пересматривать. Вот я думаю, что это одно из важных последствий, на которые Россия не рассчитывала. Вот она думает, что, знаете, тут удастся вытянуть времени. Вот они будут проводить такие псевдовыборы и дальше, да, и рано или поздно они как бы заставят мировое сообщество как-то на это согласиться. Но на самом деле нет. Мне кажется, что таких примеров в мире достаточно, когда вот в таком одностороннем порядке попытка пересмотреть границы, это не сработало. И просто-напросто я думаю, что для России, конечно же, это еще одно из последствий, да, того, что им не удается пересмотреть, на самом деле, мировой порядок, как они рассчитывают. Это раз. Даже незападные страны тут не готовы поддерживать Россию и по голосованиям в ООН мы это видим. Ну а второй момент, что, скорее всего, эта история параллельно будет, без сомнения, переиграна в будущем. Я имею в виду, например, в контексте репараций и других моментов, которые при смене политического руководства Российской Федерации, рано или поздно Российская Федерация все равно будет платить нашей стране. То есть это последствия стопроцентно будут за оккупацию этих территорий и то, что там происходило на этих территориях. И вот в МИД Украины отметили, что проведением псевдовыборов на оккупированных территориях россияне нарушают суверенитет Украины, украинское законодательство и все нормы международного права и, в частности, устав ООН. И вот ведомстве призвали ввести новые санкции против организаторов этих псевдовыборов и, в частности, против руководства страны-агрессора. А как вы полагаете, вот именно сейчас, в этот момент, да, какие это могут быть санкции? Ну, во-первых, нужно, смотрите, вот четко дополнительно установить всех, кто был задействован во всем этом процессе, да. Плюс мы видели, что достаточно эффективно, как по мне... Это от руководства страны до глав так называемых избирательных комиссий. Да, абсолютно верно, абсолютно верно. Те, кто, в принципе, в этом сознательно принимали участие, опять-таки, мы видим, что персональные санкции, но они хорошо работают, вот в плане того, что это влияет на этих людей. Я думаю, что, в принципе, вот эта информация, кто там был организатором, участник, она рано или поздно станет доступна. И да, действительно, расширение санкционного списка еще и на всех этих людей, которые, по сути, сейчас занимаются вот этими, ну, с точки зрения, конечно, и нашего законодательства, и международного права, и пьющими вещами. То есть, еще раз говорю, дополнительный элемент с персональными санкциями. Потому что, ну, если говорить о руководстве Кремля, мы и так понимаем, что, в принципе, они и так уже подсанкционны, ну, а Путин вообще, да, есть. Пока один ордер международного криминального состава, возможно, к нему еще в будущем добавятся и другие дополнительные ордера после вот этой всей истории. В МИДе также прокомментировали итоговую совместную декларацию стран Большой Двадцатки. Вы ее тоже упомянули. И вот в МИДе выразили разочарование ее формулировками. В ведомстве указали, что в тексте нужно было отметить, что Россия ведет войну против Украины. Вместо слов о войне в Украине. А также подчеркнули, что именно Российская Федерация, они все страны, как бы должны воздержаться от применения силы и для территориальных завоеваний. И принцип «ничего об Украине без Украины» остается ключевым, как никогда. Вот это отметил представитель Украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко. Как вы оцениваете итоги саммита Большой Двадцатки и его результаты, и вот эту декларацию? Ну, если говорить об этой декларации, смотрите, действительно, если сравнивать ее с декларацией прошлого года, то она слабее. И это стоит четко отметить, потому что в декларации прошлого года указано было о российской агрессии, то есть декларация, которая была принята в Индонезии. Декларация, которая проводилась сейчас в Индии, или, как они называются, уже сейчас Бхарат, ну или в процессе переименования, находятся, конечно, более слабые формулировки. То есть мы понимаем, что на самом деле там была, отчасти за это была битва, то есть и я думаю, что наши, в том числе западные партнеры, часть из них, они пытались повлиять на ситуацию, но тут сыграла, я думаю, свою роль, во-первых, позиция Индии, мы видим, что она такая до сих пор что-то неопределенная, давайте так это назовем. Ну и мы понимаем позиция Китая и других стран. То есть на самом деле это нам говорит о том, что с незападными странами нужно работать больше, потому что, по сути, через год, ну полтора больше года войны, мы видим, что часть незападных стран, она, знаете, приспособилась к ситуации российско-украинской войны, где-то даже эти страны зарабатывают на этом, они позволяют где-то этим странам обходить санкции, но не секрет, например, что та же Индия нарастила на покупку российской нефти по демпинговым ценам. Ну то есть вот эти все моменты, они влияют, очевидно, и в этой декларации мы также это увидели. Но с другой стороны, я вот все-таки об этом упоминал, что хотя тон декларации, да, и она слабее, чем прошлогодняя декларация, но важный пункт, связанный с международно-признанными границами, есть и в этой декларации, и видите, России, несмотря на все их попытки, им не удается этот момент размыть. Нам тут не нужно, знаете, условно так расстраиваться, просто стоит понять, что иногда вот интересы такие прагматичные этих стран играют роль, ну а нам нужно более активнее действительно взаимодействовать с этими странами для того, чтобы менять их позицию. Это на самом деле вполне реально. Мы, в принципе, могли за это время это убедиться, даже вот вспомните проведение саммита, ну не саммита, а встречи советников в Саудовской Аравии, да, и при большем участии даже стран, которые теперь начали обсуждать формулу мира, нашу формулу мира. И такой еще вопрос. Лидер Северной Кореи встретится с президентом Российской Федерации, скорее всего, это произойдет уже в этом месяце, да, и хотят обсудить поставки оружия, а также детали другого военного сотрудничества. Ну, это вероятно, самая вероятная причина визита Ким Чен Ына. И западные аналитики говорят, что российский диктатор вероятно пойдет на это от отчаянного положения, в которое он сам свою страну и загнал. Как вы видите военное сотрудничество двух диктатур, да, в каких масштабах и какими могут быть последствия для всего мира? Ну, смотрите, на самом деле, как бы, Северная Корея это страна, по сути, изгой, да, которая находится под различными санкциями уже достаточно длительный период. И тот факт, что... Там есть масштаб оружия? Да, я согласен, этот момент, без сомнения, он присутствует, да, но если говорить о том, что именно с такими странами, заметьте, Россия пытается сейчас активно где-то выстраивать близкие отношения, ну, она во многом говорит о положении самой России. То есть, грубо говоря, получается, что часто публично лидеры ключевых стран, они не всегда, ну, мягко говоря, не очень-то с большой радостью готовы встречаться с Россией, даже если они и зарабатывают, да, на том, на взаимодействиях с Россией и так далее. Если говорить непосредственно вот о самих вот этих взаимосвязях, без сомнения, Россия будет пытаться купить или получить то оружие, которое есть у Савудовска, прошу прощения, у Северной Кореи, и, скажем так, пугать, Северная Корея будет пугать этим мир. Потому что мне кажется, что у них также одна из тактик это получение каких-то дополнительных плюсов для себя от того, что вот смотрите, если вы нам тут не дадите что-то, да, то мы будем более активнее взаимодействовать с Россией. Но я сказал бы, что есть дополнительный фактор влияния на эту ситуацию, и, в принципе, мы можем его постараться использовать. Это влиять через Пекин, потому что, в принципе, Северная Корея во многом, она в экономическом плане находится в зависимом положении от Китая. И Китай имеет возможность, на самом деле, на эту ситуацию влиять. Но тут, к сожалению, видите, играет ситуация, что вот такой изгойный характер Северной Кореи, да, позволяет ей сейчас, скажем так, инициировать подобные моменты. Даже более того, там, на уровне слухов, много, да, об этом писала, скажем так, медиасфера, что, возможно, где-то Россия даже хотела бы оттуда заполучить дополнительных людей, военных, в свою армию и так далее. Ну, знаете, многие говорят, что Ким Чен Ын на это никогда не пойдет, чтобы дать своих людей, потому что, как бы, все равно они выйдут за границу страны, и неизвестно, с каким настроением они потом вернутся. Абсолютно, абсолютно, абсолютно верно, да. Но сам факт того, что, еще раз подчеркну, что мы видим, как самые страны, которые, по сути, в мировой системе занимают такое маргинальное положение, да, они группируются друг с другом, ну, я думаю, еще раз говорю, что это показательно. И тут факт того, что Россия, которая вроде бы обладает колоссальными, да, еще советскими арсеналами оружия, вынуждена теперь искать оружие в Северной Корее, да, и, там, мы слышим сейчас много информации о закупках, там, в Иране или еще где-то, да, в других регионах мира. Это также говорит о том, что, ну, там тоже есть нюансы с арсеналом, что, как бы, нам, нам в плюс, да, то есть, я имею в виду, что в том плане, что, если они пытаются найти дополнительное вооружение там, то означает, что у них есть проблемы со своим арсеналом. Алексей, спасибо огромное, спасибо за ваши комментарии, за экспертную оценку. А зрителям я напомню, Алексей Якубин, политолог, был в нашем эфире, всегда рады видеть, спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...